Тайна пирамид Менес стал основателем первой из 30 египетских династий. В течение последующих 3000 лет Египтом правила длинная череда правителей, фараонов, принадлежащих к разным правящим семействам или династиям. В 30 году до н.э. последняя царица Египта Клеопатра VII покончила с собой и Египет попал под римское владычество. Но как оно было все на самом деле? Мы не можем об этом сейчас знать. Но я думаю, все было немножко по-другому. Древние египтяне, как и все другие народы после потопа, заселили оставшиеся руины от древних цивилизаций. Они просто жили на них, делали свои обряды, хоронили там своих правителей. Ну куда ж еще применить вот эти все огромные монументы. Так как истинное назначение им, как и сейчас нам, было не совсем ясно. Многие пирамиды до сих пор еще не открыты и не раскопаны. Их находит аэрофотосъемка с космоса. И о них мало кто знает. Но очевидно одно. По всему миру единство архитектуры. Это говорит о глобальной цивилизации. Эта цивилизация жила очень давно. Вот взгляните на старинную фреску, когда-то гравюру. Смотрите, сколько пирамид. Это не Гиза. Потому что в Гизе их всего три больших видно. А там целая долина. Их там очень много. То есть, когда-то пирамид очень много было. И последующий после потопа мир только и занимается тем, что грабит остатки древней цивилизации. Кто не видел мое первое видео, в которых более подробно и детально я описываю технологии строения этих пирамид, лучше его посмотрите. Вам станет более понятнее все, что будет говориться дальше. Но мы можем обратиться к текстам и фрескам, которые остались на этих грандиозных строениях. И тут уже начинаются сами противоречия. Потому что более древние фрески изображают египтян более распущенными, обнаженными. Девушки в основном любили ходить. А более современные уже как-то по культуре не одевались. То есть, ближе к нам по времени. Вот ремесленники в набережных повязках мужчины делают такое обыкновенное стекло, как мы привыкли его видеть. Но в девушке, допустим, более современный рисунок одевается в платьях с твердой ткани. Но самые старые рисунки, это, допустим, более новые обои в гробнице. А более старые показывают, что девушки в основном одевали в тонкую облегающую ткань, а рабыни вовсе ходили без одежды. И только госпожи ходили одетыми. Дети вовсе практически, ну, они ничем не были прикрыты. Волосы носили на голове именно хозяева, то есть господа. А рабыни, рабы не имели права носить волос. Ну и чем более древние фрески, тем более противоположные. При этом всем у них была высокоразвитая медицина. Красили глаза они красками на свинцовой основе, что усиливало иммунитет в тех странах. Прекрасно владели технологиями скотоводства, которые до сих пор неизвестны. Изумительно обрабатывали золото. Египтяне также были очень известными воинами. Они воевали со всеми древними окружающими их народами. Вот рабы пересчитывают количество отнятых в ладони убитых воинов, с кем сражались египтяне. Также они кастрировали рабов, работников, не знаю с какой целью и для чего. Прекрасно владели искусством бальзамирования тел. Они делали мумии, которые по сей день сохранились. Но это все накопило огромный диссонапс с тем информацией, с тем древним Египтом и современным Египтом. Все же, кто же тогда построил такие огромные монументальные конструкции? Слабо верится в то, что это могли строить рабы, тащая огромные мегалиты веревками, которые бы уже полопались, не выдержав такой нагрузки. И тут мы находим на более древних храмах странные фрески. Они поражают тем, что размеры рабынь и господ немножко не совпадают. То есть примерно раза в два. Также находятся фрески нестандартных животных, точнее не похожих на те, что есть сейчас. Также находятся фрески, которые, как говорят египтологи, изображали египетских богов. Но я думаю, скорее всего нет. Древние народы были очень простые и изображали, что видели. Вот, например, огромный великан держит за волосы четырех. Причем у одного из этих четырех голова какого-то животного. И вот видно, что огромный великанша чему-то учит маленьких людей. И вот древний мир, получается, был совершенно не такой, каким мы его себе представляли. Тогда, взглянув на эти фрески, можно понять, что Египет делится на более древний и более современный. В более древнем Египте великаны помогали и работали и жили вместе с обыкновенными людьми. Точнее, это было общество, в котором все переплеталось, точнее. Вот и господа, и вон маленькие рабы у них, они им помогают. Точно так же и в камне изображены этим камнем очень-очень много лет. Перевести более старые иероглифы, ну, никому не получилось-то толком. О том, что там написано, мы можем только догадываться. Но точно понятно, что в древнем-древнем Египте жили великаны. И даже найдены были замунифицированные пальцы этих великанов и мумии огромные. Но на это никто не обращал внимания. Вот великаны, их жены о чем-то сидят, толкуют. Иначе, если б не великаны, зачем смысл такие огромные храмы строить? И в первую очередь делать их сейсмоустойчивыми. Как и такая технология по всему миру, древнему миру. Имея в своем распоряжении таких огромных великанов, они легко могли перемещать многотысячные тонны блоки. Некоторые 1300 тонн, некоторые 500 тонн. Но факт стоится фактом. Теория египтологов несостоятельна, потому что ни один канат, даже если его будет десятки тысяч людей тянуть, не выдержит такой нагрузки. Но есть другая теория, что египтяне перемещали многотысячные блоки, применяя вибрацию, звуковые волны. Вообще вся их технология основана древних на вибрациях пирамиды и работают на этой технологии. И вот следы в камне древних великанах. В расплавленных камнях они оставляли вот такие вот следы. Также их кости, то и там, везде по всему миру всплывают фотографии с раскопок. Современные археологи их скрывают. Вот изображены именно великаны. Какую-то колонну электрическую строят, располагают ее. Вот тоже какие-то обыкновенные строители откопали черепа великанов. Эти великаны были огромные. Обычной чашкой их не насытишь. Вот что и показывают древние египетские фрески. Дальше тут эти великаны занимаются какими-то технологиями. Возможно, именно от этих великанов людям перешли какие-то знания более высокие. Но только откуда эти великаны взялись? И как они смогли научить за столь короткое время аборигенов, которые ходили практически обнаженными? Потому что древние египтяне на самых древних фресках, они голыми были. Практически так же, как сейчас на современных пляжах ходят девушки. Это была их основная одежда. А рабы вообще никак не одевались. То есть более древний, более дикий народ Египта. Он-то и построил столь высокотехнологические пирамиды. Великаны находят по всему миру. Они необыкновенные. Но вот кто это сделал с ними? Вряд ли это были инопланетяне. Обратимся к книге Еноха. Эта книга не вошла в канон Библии. И хотя на нее ссылается Тора, и на нее ссылается Иов. Это самое древнее предание, которое есть у человечества. В нем говорится, что седьмого человека от Адама, Еноха, попросили ангелы, так сказать, быть переговорным, связным с Богом. Почему они его, точнее, попросили это сделать? Дело в том, что они, 200 ангелов, спустились с небес и взяли себе в жены земных женщин. За это Бог прогнивался на них, и они, так сказать, были с небес свернуты. В этой книге ангелы называются звездами. Ну, над расшифровкой этой книги трудились многие умные. Все там вы на сказании, и если вы не читали Библию, то вам будет трудно ее понять. Но смысл прост. От земных жен у них, у этих ангелов начали рождаться исполины. Исполины – это смесь ангела с человеком. Они были большого роста, имели колоссальную силу. А также в книге Еноха говорится, какой из ангелов чему научил своих детей. И так как их родители ослушались Бога, их дети были довольно-таки непослушными, жестокими. И часто воевали с людьми, и делали людям вред. Но древний мир – это была, так сказать, цивилизация, симбиоз. Человечеству тогда приходилось жить наравне и рядом вместе с такими исполинами. Взгляните на шкалу креационистов роста древних людей, ископаемых, точнее скелетов, которые найдены. Вот там самая маленькая слева – это человек. Древние египетские фрески говорят еще и о другом. О том, что эти исполины, они были мутантами. Ну, то есть некоторые из них. Точнее были генетические аварии. Не знаю, специально ли это сделано. Или это было какое-то уже вторжение в геном человека. А может быть, это из-за того, что ДНК ангелов не так, так сказать, легло на человеческую ДНК. И рождались различные мутанты. Эти мутанты наводнили Землю. Ну, здесь вот, допустим, на вот этом камне в древней Египте показано, как будто в какой-то лаборатории их создавали. Скорее всего, здесь имело место искусственное изготовление таких вот гибридов, что ли. Возможно, с какой-то целью. Но, судя по всему, вот видите, это скорее всего не шляпа у них на голове, а такие головы у них были, у этих древних исполинов. Ну, и потом получались вот такие вот огромные сфинксы. Кстати, обратили, в руках у него была голова другого исполина. То есть, они превзошли их в знании. Скорее всего, здесь древние шумерские и древние египетские фрески говорят о том, что, получив знания от исполинов, люди тогда превзошли в технологиях и в знаниях вот этих вот огромных детей от ангелов. И сделали кучу различной техники, военной техники, которая была направлена во зло. Об этом и говорит и бытие, о том, что все извратило пути свои и начало, все пошло во зло. Зло было по всей земле. Поэтому Бог тот мир, аварию решил потопить. Вот обратите внимание на изображение технологий. То есть, это наверняка какое-то электричество. И древние загорают. Великаны стоят рядом тоже. Может быть, какое-то освещение. А может быть, это символически показано, что знания объединили разные расы, разные племена. Ну, типа такой Советский Союз по всему древнему миру. Но мы одно знаем точно, что технологии у них были. И были еще какие. То есть, до этих технологий нам еще и расти, и расти. Они прекрасно знали, что такое метр. Кстати, метр это не просто метр отрезок. Это идеальное число от диаметра земли. Ну, кому надо, тот загуглит. Дальше они использовали кубит, как единицу измерения. Древний локоть. То есть, это не просто локоть среднего человека. Вы сами понимаете, что локти у великанов были больше. А это единица мер, идеальная для измерений. Ну, унифицирована, проще сказать, самой природой. Так как вписывается в золотое сечение и число π. К современному определению, метр еще является длиной пути, проходимого светом, деленным на величину обратной скорости света. Ну, то есть, один деленный на 300 миллионов. Возможно, кубит, который они использовали, или локоть, который они использовали для измерения длины, это и было как раз обратная тогда, в те времена, величина скорости света. Ну, то есть, если предположить, что время не постоянно, и материя постоянно расширяется с теорией относительности Эйнштейна, то тогда метр был как раз вот, соответствовал их локтю. То есть, и время тогда медленнее шло, то есть, они в камне запечатлили интервал, ну, то есть, как сказать, правильный момент времени своего, то есть, свою единицу измерения. То есть, и, ну, это уже больше уже к матиофизике касается, и науки изменения скорости времени. Ну, то есть, все знают, что время не постоянная величина, и секунда, но относительно. То есть, секунда тогда была, секунда сейчас относительно. Древние люди жили не как сейчас мы, по 80 лет. Они, если Адам умер в 980 лет, то в среднем тогда умирали 800-700 лет, и, естественно, люди жили очень долго. Естественно, понятно, почему такое качество построек, качество технологий. Ну, и понятное дело, что Исполины, как дети ангелов тех времен, хотели к себе поклонения, хотели, чтобы и пред ними лораболепствовали. И с теми целями они и строили статуи, похожие на себя, точнее, их рабы их строили им. Были цивилизации, то есть, и президентами этих цивилизаций, скорее всего, ну, правителями, были вот эти вот гиганты. И у каждого было свое количество, так сказать, свое хозяйство, количество людей. Со своими столицами, со своими домами, подчиненными своими войсками. Древний мир, судя по всем археологическим находкам, был разношерстный. Некоторые великаны, возможно, были и одиночками, изгнанниками. Некоторые были, вписывались в то общество древней, точнее, в то древнее общество. Но лучше всего, конечно, это может нам рассказать об этом книга Еноха. Что в те времена происходило? Ангелы, которые родили исполинов на земле, надеялись, что они будут вместе со своими женами еще долго и долго жить вместе с людьми, уживаться. Но вышло так, что их совместное проживание довольно-таки было напряженным. Не потому, что места было мало в те времена, нет. Высокие технологии и обилие урожая, обилие знаний. В принципе, я думаю, люди могли в те времена и с великанами прекрасно ужиться. Но дело в том, что мир очень злой был в те времена. Об этом говорят и фрески нам, и древние все-все-все предания. И люди воевали, люди очень жестокие по своей натуре и сейчас. То есть, в итоге получается, что ангелы дали знания и вложили людям в руку сильнейшее оружие. И сами исполины этим самым знанием себе укоротили век. То есть, даже тысячи лет они не прожили вместе с человечеством. То есть, Бог послал ангелов. В книге Иноха говорится конкретно, каких, каких имена. Но, если захотите сами, прочитайте эту книгу, вникните в нее. Ну, суть проста, пришел ангел, посланный Богом, и собрал всех этих исполинов в определенную долину и умертвил их. Но после них остались технологии. И человеческое общество взяло эти технологии. Но нет бы, конечно, вместе дальше жить, дальше строить пирамиды, дальше уживаться. Это человечество пошло по пути исполинов. Прямо вслед-вслед. И в то время люди начали так же само воевать друг с другом. Так же само применять и адаптировать эти все технологии уже под себя. И идея рабского общества настолько сверлилась, точнее, так сказать, срослась с человеческим сознанием, что даже после потопа, о котором сейчас дальше речь пойдет, люди уничтожали и воевали, и порабощали друг друга. После того, как ангелы истребили исполинов, на земле остался развращенный мир. Люди развратились, и остались так же самые великаны, которые уже, это дети исполинов, которые ели уже людей в пищу. Их столько было, что, как говорится, как песка морского этого народа было. И люди воевали с ними. В итоге, глядя на всю эту картину, Бог придумал грандиозный план спасения человечества, ну и всего того мира древнего. Бог послал Ноя. Точнее, когда исполнилось Ною 540 лет, он велел ему построить ковчег. В принципе, это было не столько заметное дело в те времена, потому что технологии древнего мира бывали большие. Можете взглянуть на Риманнику Шастру, технологии древние, да на фресках видно древних на небесах летают всякие аппараты летательные. И, ну, в те времена просто все смеялись. В те времена, когда там воевали великаны, люди, уже были высокие знания у них, кто-то дружил, то есть общество смешалось, так сказать. Людям уже нравилось все, что происходило, и, так сказать, ну, над Ноем просто как над сумасшедшим посмеивались. Ноев ковчег сохранился на горах Араратских, там, где Библия и говорит, он находится. Окаменелые остатки видны даже с космоса. И много энтузиастов изучили Ноев ковчег. Это не Ной, это человек, который по чертежам Ноев ковчега, который был из ископаемых найден, построил копию Ноев ковчега. Это идеальное судно с точки зрения устойчивости. Это судно придумал Господь, чтобы спасти древний мир. Кстати, в нем и спасались и динозавры. Так все же, зачем строили пирамиды? Издревле люди пытаются проанализировать все вот эти вот находки. Многие ученые до сих пор ломают головы над всеми этими древними артефактами. Но есть несколько теорий. Первое, это космическая теория о том, что пирамида была таким, как сказать, маяком, который отмечал изменения времен сезона, был таким астрокалендарем и помогала, допустим, людям ориентироваться во времена кода и во всех, так сказать, небесных событиях, астрологических, астрономических, ну и тому подобное. Самые знаменитые пирамиды, как пирамида Хуфу, могла показывать неравнодействие. Это в прошлом видео я уже озвучил. Можете достаточно много других видео в интернете посмотреть. Там про ориентацию пирамиды сказано. Но больше всего добились советские ученые. Советские ученые, так сказать, подошли к пирамидам с материалистической точки зрения. Они прозванивали, прозвучивали, изучали, раскапывали, анализировали все физические параметры пирамидальной структуры. Советские ученые нарыли много знаний по поводу того, как магнитная пирамида искривляет пространство. Изучили соотношение сторон, высот и о том, как различные волны распространяются внутри пирамидальных конструкций. В Советском Союзе даже начали происходить утечки этих знаний, так как ученые, работая в шарагах, придумали кучу различных конструкций на основе этих знаний. Вот, допустим, вот эта пирамидка советская позволяла сохраняться лезвием для бритья очень долго и поддерживать их остроту. Древние цивилизации так же, как и мы, нуждались в электроэнергии. Их технологии на них были тоже замешаны. Но их энергия была намного мощнее и добывалась она без применения атома. Поэтому им помогали пирамиды. Да-да, именно такие необыкновенные свойства имела такая громоздкая конструкция. Пирамида, независимо от ее размеров, представляет собой огромный, ну или маленький, как вот этот, допустим, рупор. То есть, мы знаем все свойства рупоров. То есть, если есть какая-то вибрация, она ее сводит в точку кверху. То же самое и делают и пирамиды. Но имея такую же плотность, то есть, большую плотность даже, чем земля, они вибрации земли сводят, ну, сводят свою конструкцию кверху. Дальше она, отражаясь от верха, идет в верхнюю камеру. Ну, теперь вот подошли как раз к тому, зачем эти все камеры внутри в ее конструкции. То есть, верхняя камера, это как уже антенна. То есть, все пропорции пирамиды, располагающиеся внутри, верхняя камера царя, потом вот эта вот промежуточная камера, одна третья, это резонансная камера, и нижние остальные камеры, это все как узлы большого агрегата. Верхняя камера принимает резонансные волны пирамиды, то есть, это огромная масса камней, имеет свою частоту резонанса, и передает ее в резонансную камеру, которая под углом справа находится. Там впервые, когда разграбляли пирамиды, археологи нашли пластины, симметрично уложены друг с другом. Вот магниторезонансная томография показывает, что резонансная камера поглощает энергию справа, она видна. То есть, ее форма и значение до сих пор остались. По этому же принципу, Валерий Уваров на своей даче сделал пирамидальную электростанцию. Там параллельные пластины ловят вибрации из пространства и переделывают их в электричество. Дальше я приведу его чертежи этой пирамиды. То есть, отсюда и вывод, что все пирамиды во всех цивилизациях древности строились только с одной целью. Снабжать древние города электроэнергией. То есть, комната царя это генератор электроэнергии, ровно располагающийся на половине высоты пирамиды. Ну, чуть-чуть ниже. То есть, более современные египтяне просто придумали там хоронить своих умерших фараонов. В реальности, конечно, их там быть не должно. До потопа там была камера. Видимо, вот в этой камере с очень плотными стенами, там гранит самый лучший всего подогнанный друг к другу. Есть следы термического воздействия. В этой камере как раз находилась среда. Какой-то инертный газ. Возможно, внутри вот этой вот тумбы гранитного саркофага находилась ртуть. Она как раз и наполняла атмосферу ионами. Под воздействием вибраций и чистоты колебаний, которые фокусировались пирамидой эфирных, эти газы наполнялись энергией. Обратите внимание, какой объем этой камеры. Здесь ртуть могло вместиться более 60 тонн. Этого хватило бы надолго. Эта камера имела маленький выход. Через этот выход энергия, умноженная по частоте, энергия резонанса пирамиды, умноженная по частоте, попадала на пластины. Пластины были сделаны из материала, который в принципе в истории потерялся. Потому что грабители пирамид, когда увидели эти пластины в комнате галереи, как ее назвали, я бы назвал бы резонансной комнате, которая и принимала энергию, раздробили и выкинули, как мусор, который мешал пройти к захоронению. Современные ученые до сих пор ковыряют все эти тоннели в пирамиды. Их очень много. Там обширная сеть тоннелей, предназначение которых, если как с грибальной точки зрения, вообще бесполезно. Но, если это техническое сооружение, то, понятное дело, что вам нужно было постоянно слушать, какая частота у вас в толще пирамиды, потом какая в резонансной камере вот этой комнате царя, на сколько раз она умножилась в газовой среде. И как молекулы газа приняли вибрацию, то есть вам надо знать, как молекулы газа приняли вибрацию, вот этой резонансной частоты, передали ее на пластины. То есть для вас нужно очень много разных тоннелей и датчиков, которые будут показывать, как работает ваша пирамидальная установка, то ли генератор, что ли. Я даже не знаю, как это теперь назвать. Это пирамидальная электростанция. Использующая Естественные Колебания земли. И как раз вот такие датчики внутри В виде электродов Из стен, торчащих в этих трубах. Возможно там располагались Какие-то камсулы. Но Сейчас в истории только остались торчащие металлические Штыри внутри этих тоннелей. Какие датчики применялись мы мало знаем. Но скорее всего как микрофоны, что ли. Вот видите, вот эта резонансная камера галерейная. И там как раз остались на стенах следы крепления этих плит. А это новые уже, так сказать, архитектурные девайсы. Более древние Сохранили, вот как видите справа, выемки В которых размещались Крепежи металлические. И в старых зарисовках тоже видно, что Там были выемки под эти пластины. И в этих отверстиях Эти огромные каменные глыбы крепились, или кварцевые К электронам. Конструкция Валерия Уварова Примерно то же самое Из пластин состоит Подсоединенных Как конденсаторы, что ли Они принимают вибрации пирамиды И преобразуют ее в электричество Так же само в пирамидах находятся отверстия Возможно находились кабель трассы По которым электричество шло уже к конечному потребителю Нижние комнаты Возможно служили для отвода излишней энергии Так что вот так вот Непростые технологии И довольно таки очень сложные Тайны хранят нам вот эти археологические находки древности Можно по праву назвать Пирамиды вершиной айсберга древних цивилизаций Потому что Сколько еще загадок там таится Это тема не для одного видео Но вы теперь точно знаете Для чего использовали пирамиды Пирамиды вершиной айсберга древних цивилизаций